всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня очередное оправдание отговорка вопросы людей убивающих животных поедающих их трупы эксплуатирующих о том почему они хотят их любить то бишь стать веганами звучит он так поедание животных часть пищевой цепочки люди стоят на вершине пищевой цепочки и поэтому у нас есть моральное право убивать их и поедать их трупы ну естественно эксплуатировать это все виды эксплуатации и все виды убийства не только ради пожиральных трупов та же самая охота зачастую это тупо безумное развлечение конченных идиотов читаю я и однократно уже говорил тексты и от землянина некоего проповедника из англии проповедника веганства евангелиста активиста мною тоже очень любимого читая его текст из его книги но она естественно английском языке это переводы есть его ролики на сайте а за есть зерно духа но я пользуюсь его текстами и свои тоже мысли добавляю высказываю может быть что-то наоборот даже немного корректирую что опять же это текста до проповеди это я много послушал поэтому зачастую просто текст может передавать не совсем такие мысли ну что ж приступим по поводу пищевой цепочки люди довольно часто используйте этот аргумент чтобы оправдать потребление животных продуктов пищевые цепочки существуют в природе и играет очень важную роль тут я поставил свою заметку что хотят начала не было так я в принципе лишний раз скажу очередной раз что это себя ни с какой религии веры не оппозиционирует но я откуда мое имя христолюб это то что я христианин я естественно очень часто переапеллирую к книге библия так называем к собранию книг ветхозаветных новозаветных текстов и в этом и вижу свою миссию и свой плюс чтение вот этих проповеди и до его мысли и и их через свою через свой фильтр пропускали и кое-что добавляю именно уникальность их в том что я как христианин это делаю вот я здесь даже с этом как бы не соглашусь потому что ну понятно что в современном мире а это мир глазами христианина лежащим возле после грехопадения первых людей на земле которые кстати и согрешили первым грехом убив беззащитное живое существо и пожрали пожрав его труп и не раскаешься в этим в этом внедря до этот закон в кавычках жизни во вселенную принеся смерть страдания и скорби да все вот эти ужасы которые мы видим и якобы появление хищных животных до каких-то злобных растений типа венерины мухоловки все это благодаря в кавычках заслугам в кавычках человека от его начала потому что весь мир это проекция внутреннего но и внешнего мира людей как действительно господ земли царей земли начальников земли о чем мы сегодня будем еще раз неоднократно говорить в общем то этим и закончили не зря употребляю где такие слова ну и обращаясь к первой главе книги бытия в частности к 29 30 стиху которому не раз с вами обращались я думаю вы уже давно его наизусть знаете что господь сотворя все живое всю вселенную все живое все живые души животные и человеков людей дал закон жизни какой закон жизни любви поэтому кушать мы должны были от начала все что растет на земле и падает с деревьев в том числе все животных и хищников сам господь бог не создавал потому что бог есть абсолютная любовь вот это очень важно да это сейчас мы смотрим на современный мир ну это обычно говорит конечно привязывает к современному миру я естественно всегда трогаю начала и не забываю о конце всего человечества да они воплощают ну так как мы читаем все-таки тексты да то их и будем читать они воплощают природный порядок помогает поддерживать баланс здоровые популяции животных и сохраняет экологическое равновесие ну игру я как бы следом не соглашусь потому что если бы не было всего этого боба изначально не бы а в принципе он и устроил и дальше бы бы продолжал бы устраивать то есть весь бы мир крутился по законам бытия такого по закону любви по которому в единственный способен только нормально крутиться это где все живое существо любил бы друг друга никакой выкар экологического равновесия не нужно было никаких бы больных животных не было потому что все это в мир грех смерть зло вошло в мир из-за чего благодаря в кавычках до первым людям их свободной воли а точнее не просто свободной воли сама по себе не грешно неправедно а именно выбор это свободной воли и частности выбор греха зла и порождает все что мы видим вокруг нас ну что же с животными делаем и ну то есть даже но при этом я как и да мне очень нравится его читатель как неверующего и обращающегося проповедующего евангелизирующего веганство массам как раз к людям неверующим так скажем или неважно верующий неверующий он апеллирует больше именно здравым смыслом и поэтому с удовольствием читаю его вот эти проповеди его тексты и книгу написал очень умный парень очень светлый и как раз как я говорю что я от него тоже в этом плане много подчеркнул действительно это неплохо пусть даже мы видим все это безумие вокруг нас человек ты же вроде как разумный следующее оправдание будет как раз о разумности человека якобы мы самые умные на земле вообще в этих 30 оправданий многие вопросы да не в принципе многие вообще перекликаются понятно то вся суть я не веган потому что и куча куча оправданий но есть такие даже парные вопросы помнить уже мы с вами сегодня на 12 находимся и уже они были очень похожие предки ели и там мы бы не выжили там или это наша культура очень близки но помните были разделенные против как немножко оправдание эти хотя они по сути там близки были по смыслу или с небольшим таким вот разделением уж не о том что вот я как проповедник и как такой свободословный что не знаю многословный я в одном еще все равно вспомню еще многие другие вещи до оправдание там и так далее которому уже говорили или еще будем говорить ну такой я пространный по-другому не умею и вот это вращается здесь я говорю следующее заранее напомнил будет об очень умном человеке как вершине этой пищевой цепочки но здесь это говорит что даже если в мире в котором мы видим и видим что несмотря на то что там есть хищники да сама природа бывает что-то уничтожает какой-то стихии да то есть человек любой разумный многие атеисты там ученые всегда говорят что это какой мы видим что это в природе делаться как бы для какого-то там баланс или еще что то есть они даже в этом видят добро и по сути как бы так и есть конечно от начала не было так и не должно было быть так и не будет и не должно быть в вечности тогда и не будет ибо мир конечно же когда-нибудь все время придет к полному покаянию мир грешников и на земле будет всеобщее царство любви но когда это будет на новой земле и на но но при новом небе вот но до тех пор действительно мы видим что по крайней мере в мире животных это происходит как бы естественно и по минимальным потребностям так скажем да чем же занимается человек как бы здесь говорит что же животными делаем и мы специально селекционируем их искусственно осеменяем наносим увечья младенцам эксплуатируемых для того чтобы забрать то что принадлежит им их молоко и яйца все животноводство так называемое ублюдское слово на самом деле да у нас ублюдская на потому что все вот это животноводство до называется добром животноводство и сам нас она сам настоящий геноцид и фашизм о котором у вас даже уже картинка есть следующие на экране по тексту с изображением детей во времена фашизма ведущих там идущих в кого в колонне в плен это тоже самое животноводство это от людьми придуманы но выдается за некое благочестие мы сгоняем их грузовики отвозим их на бойне мы подвешиваем их головой вниз и перерезаем им горло это полная противоположность природным процессом и не имеет ничего общего с пищевой цепочкой то есть опять же что и от что вообще когда там начинает мы с вами же разбирались подобные оправдания по поводу хищника человека до или хищного мира игру мы не впиваемся зубами там в жертву до чтобы чуть ли не ощущать еще ее бьющееся сердце да все кто не веганы это все падальщики обычные падальщики даже ваши домашние животные так называемые хищные такие же падальщики никакие не хищники вы не догоняете свою добычу очень часто хищник остается без добычи очень часто голодает неделями да вы посмотрите на домашних животных которые вот такие вот сколько в интернете сейчас этих видео кошки там коты дома разожрут их так что они надо на этих четырех лапах еле ходят да на этом вискосе какие они хищники то какая раз кормить их веганским питанием ничего не изменится все будет то же самое не будет есть то что им дадут все их не хищнические инстинкты да они может им не проявится если вы их выпустите свободно вы держите их дома и вы точно так же вы ни на кого не охотитесь вы в магазин ходите покупаете эту падаль все все ваше хищничество хищники зачем нам клыки зачем те клыки ты в магазине приходишь рублем заплатил за этот кусок падали клыки у тебя мясо ты откусываешь не клыками рвешь его а резцами передними откусываешь и задними перемалываешь твои клыки тебе незачем не нужны так называемые клыки господи там на миллиметр выступает от основных зубов тоже мне клыки этими клыками чё сделаешь да ничего ты ими не сделаешь посмотрите на клыки животного когда мы говорим о пищевой цепочке пытаясь оправдать потребление нами животных продуктов мы имеем в виду искусственную систему созданную нами лишь для того чтобы оправдать совершенно ненужные действия эта система игнорирует сложную систему взаимодействия которая лежит в основе природных экосистем мы создали эту систему для того чтобы утвердиться в том чтобы самый сильный и доминирующий вид животного отчестве царстве вот эти две мысли я даже не знал где уеда их разделить как видите даже в тексте жирным шрифтом выделил вставил картинку у нее два раза в принципе одна и та же фраза будет повторена немножко разными словами еще раз то вся эта система животноводства так называемого который существует мы создали сами эту систему искусств для того чтобы утвердиться в том что мы самые сильные и доминирующие вид животного царства отлично этом подмечены и бы так и есть и тут я уже даю свою опять свой такую подсказочку я кто знает я на параллельной странице в принципе если я много добавляю что-то я сделал параллельную страницу и там я свои же мысли добавляю в текст это но если я ничего многого не добавляю письменно только вот устно то я просто некоторые пометки делаю это очень четко не знаю знает ли он библию читал ли когда ее но в книге бытие христианской библии или берешитой еврейской торы в 1 28 давайте мы ее с вами откроем я всегда вы знаете разным цветом выделяю там слова божьи что все это как-то у нас заметно было и заметьте перед тем как вообще произнести эти слова то скажем закон бытие отдать о том что мы должны вкушать только овощи и фрукты ведь это все одна большая так скажем речь прежде чем читать как она который сегодня мы ссылали с вами 29 30 стих о том что и сказал бог вот я даю вам всякую траву это есть 28 стих это все одна речь сотворил бог мужчину и женщину и благословил их бог и сказал им плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими над зверями над птицами небесными над всем скотом над всей землей над всем животным присмыкающимся по земле владычество неважно это русский синодальный перевод смысл понятен господствуйте владычествуйте будьте царями да будьте правителями но в каком смысле сказано в первой главе книги бытие какой закон жизни бог влагает мироздание сотворив человека по сумму образу и подобию здесь слово господство означает то же самое что и господь для всех нас бог а мы хотим что бог был абсолютной любовью чтобы он был нам отцом и матерью другом и женихом чтобы он пёкся нас сколько имен у бога для верующих людей перечислить невозможно и милосердный и добрый и все милостивый всепрощающий да и же там нескончаемый все что доброе светлое в нормальных светлых религиях и умах людей всегда приписывают все богу как вас приняли люди ну и дальше написанный сказал бог вот я даю вам всякую траву сеющие семя какая есть на всей земле и всякое дерево которую плод дрестный сеющие семя все это будет вам в пищу и всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому гаду присмыкающийся по земле в котором душа живая да я всю зелень травную в пищу и стало так и увидел бог все что он создала вот очень хорошо и был вечер и было утро день шестой так правильно приняла поняла человечество закон бытия закон жизни нет реализует она его в своей жизни люди не вместо того чтобы стать стать богами познав совершенную любовь и эту совершенную любовь являя в жизни своей и своими делами своей жизни мы чем занимаемся как мы восприняли слова владычество и господство над всей землей рабство тирания унижение оскорбление эксплуатация издевательства вот чем занимаются люди это анти боги дьяволы так что это молодец и подметил здесь все абсолютно верно мы создали эту систему трусы импотенты как еще назвать таких людей для того чтобы утвердиться слабаки что мы самые сильный доминирующий вид в животном царстве мы сильный утверждаемся на фоне слабых какая прелесть какая красота прям не человека венец творения недавно где-то какой-то попался мем в одноклассниках по моему не венец а отчет был названо как-то ну правильно был мем очень хороший человек не венец творения его что-то там капец или не знаю ну что то такое что они сикова одни говорит на человек на дно свалилась на самое свинца с этого мы заявляем что наши действия полностью вписываются в природный порядок защищая тем самым созданную систему которая плодит и убивает миллиард миллиарды животных каждый год однако аргумент пищевой цепочки нам нужен лишь для того чтобы утвердиться в том что мы доминирующий вид есть еще раз это это повторяет если взглянуть на историю все наиболее жестокие бесчинства творились людьми которые считали себя лучше других полагая что их жизнь ценнее жизни тех кого они порабощали в основе порабощения животных людьми лежит та же идеология не прибавить не убавить мне нечего имеющий уши да услышит я хочу дать рекомендацию сослаться еще на такого известного проповедника из америки как гэри юровский вернее в америке нет он сам чех то по-моему да из чехословакии неважно гэри юровский найдите имя фамилию сказал никаких ссылок не даю у него эта тема фашизм у нее великолепные проповеди вот он топит прям вот сравнивает с геноцидом с фашизмом неважно с геноцидом кого во время фашизма евреев там или других народов во время там в россии сталинских репрессий на это я же от себя говорю все обычно помню только о геноциде евреев в каждой стране свои были в странах африки свои какое-то одно там племя душит другой это было всю жизнь во все времена во всех народах у нас свои там были татар там тот же самый сталин там души да и высылал и убивал когда идет именно массовая какая-то неприязнь когда как у какой-то народ там этнос или группа людей социально становится вне закона прям группы это называется геноцидом конкретного вот у какого-то сообщества вот этот самый настоящий геноцид животных то что творится в мире сам настоящий фашизм поэтому все столько христиан вижу и ну пусть они ладно до моего еще слова не были веганами когда начинаю общаться где-то мне там в комментариях какие-то блевотину пишут социальных сетях я начинаю проповедовать человеку если он не кается не слышит хотя и как вы понимаете уж я-то пишу понятно просто и по-русски я называю вещи своими именами я говорю что вы убийцы из киски ду эти краткие ролики где просто животным режет глотку и спрашиваю это добро или зло вот если человек не не кается ничего его не дергать еще начинает меня жизни учить я поняли шаг просто просто безумевший они мог назвать с кем угодно христианами там это никакие не христиане эти дети это дети дьявола не мог петь песенки псалмы там богу до вся страничка может быть засыпано до христианскими проповедями о любви о боге любовь они меч в ответ пишет да как ты так людям до познай любовь божью я грият познал любовь божья она одна one love go vegan любовь нераздельно эти же животных сотворил тот же бог что и тебя у него одна любую любовь это только ты реально фашистской идеологии гири и ростки все время давит на это что это фашистской идеологии кого-то поставить ниже или выше себя это просто фашизм почему управляем слово всем просто близкая потому что не так давно относительно была вторая мировая и фашизм у многих слов и понятия сидит в голове дошло геноцид меньше знакомы хотя она связана с фашизмом тоже все в принципе известно поэтому то скажем проповедники часто употребляет это слово те же самые сам настоящий фашизм и такс и убийство эксплуатации ненависть к определенной как я уже сказал какой-то группе неважно вообще на каком основании какой у нее объединяющий фундамент это животные это люди не люди до инопланетяне это граждане другой страны это кто угодно абсолютно не важно вот так вот так что это беда это беда вот это вот какое понимание да мы выше что значит мы выше мы равны бог никого не возвышал вот это вот владычество ладно я забегать не буду давать еще почитаем как я сказал неверное понимание сейчас мы здесь дает дойдем и до верного понимания тогда я уже закончу эту мысль об заранее забегать мы считаем что мы лучше как вид но на самом деле животных есть такое же право на жизнь как у нас мы не мы давали им эту жизнь не наш право отбирать кто убивает животных эксплуатирует короче одним словом особенно христиане особенно верующие мусульмане там кто угодно если убиваете животных эксплуатируете вы богоборцы в антихристы вы кто угодно только не люди только не дети божьи вы дети дьявола то что вы совершаете противобожественный акт бог дает жизнь вы не давали эту жизнь но вы взяли на себя право ее забирать жизнь свободу счастье этих животных сажая их в клетке вы можете сколько угодно ходить в церковь ставить там в хвоет капище ваши ставить свечечки да потом с ребеночком идти в цирк вы не знаете бога вы не знаете истины вы не знаете любви у животных есть жизни они хотят жить животные ценят свою жизнь точно так же как люди и наша обязанность уважать и право их право на жизнь и так как у нас нет необходимости убивать их мы не можем морально оправдать их убийством пищевой цепочки на некоторую пищевые пищевой цепочки на котором мы ссылаемся когда пытаемся оправдать убийство животных просто не существует она не является частью природного порядка и не помогает поддерживать равновесие экосистем даже наоборот производя и потребляя животных продуктов мы разрушаем окружающую среду и природные экосистемы истребляем популяции животных я все-таки скажу что если вы еще не причем не веган активист то вы понятия не имеете о том что такое жертвенная любовь а ей в жизни тоже надо научиться очень легко сидеть в кустах стать веганом да и не проповедовать это не делиться ни одним постом да у меня таких в окружении очень много даже кому я вот кого сделал веганом кто познал истину благодаря мне у вас нет этой любви но вы это познали а почему вы не несете это в свои семьи в свои дома своим друзьям свои странички соцсетях я вот захожу периодически к тем кто со мной якобы дружит там общается кто через меня познал эту истину кто мне писал какие-то слова благодарности добрые сообщения у захожу на их страничку смотрю и меня печаль берет разочарование ни одной ссылки не проповеди не поста не картинки не видео ну ладно я вам не нравлюсь хотя вы вроде бы считаете что мы с вами дружим там с тобой да и и ничего не мне конечно это надо не из благодарности к и ко мне вы должны сделать ссылку а если вас здесь и это вы поймите человек это его дела это очень важно в жизни понять это простой принцип ты сам себя можешь оценивать по своим делам а я что если вы не пустите это о веганстве если вы не оппозиционировали себя где-то в открытом пространстве медийном в живой жизни вы знаете можно себе в кухне на кухне что-то повесить какой-то слоган к вам приходит друзья я тот что я ем какие угодно с каким-нибудь изображением игру что на кухне на собственной кухне надо вешать прямо со скотобойни какой-то фотографии то что сам на эту кухню каждый день ешь а ты веган тебе то это не надо но чтобы к тебе приходили и помимо веганского стола еще какую-то мысль можно можно повесить это лишний раз даст понять что-то люди я грудь свои странички соцсетях своих именах на своих фотографиях можно какое-то оппозиционирование сделает очень важно если вас этого нет вас нет этого огня любви в обычные трусы ну сами вы там стали ну и что а где жертвенная любовь тоже конечно почему она жертвенная потому что вы за это потом начнете естественно вы уже принесете себя в жертву тем что от вас отвернуться ваши конечно многие друзья и родственники и вы принесете себя в жертву знаете веганство особенно для христиан это такая суперская проверка в том плане во первых кто вас окружает а во вторых кто вы есть на самом деле потому что веганство настоящее она децентрализованная она не похожа на псевдо даже христианские секты нет никакой организации нет никакого центрального управления нет никаких финансовых поборов псевдо добровольными да добровольно принудительными веган защищая животных и веганство и борясь с пром вот этим промышленным производством и даже в частном хозяйстве у кого-то просто проповедует он ничего от этого не имеет в принципе те животных возможно проповедует сколько жизнью спала спас этим животным кто-то благодаря ему стал веганом они не скажут ему спасибо ничего от них не получит это сам настоящий бескорыстная жертвенная любовь именно в ней можно поучиться и по подвизации уподобиться богу потому что бог спасая людей то скажем от греха обращая их покаянию чем занимался иисус христос в свое время бог явишься в плоти он ничего не имел с людей они ничего ему дать не могли иисус это дел с животными это вообще самый идеальный вариант познать себя даже от людей мы что-то можем получить и когда человеку открыл глаза в той же самой религиозной секте с тем же сам что с мракобесием в псевдо христианстве борюсь кто знает со всем этим да с извращением христианства но люди могут мне сказать спасибо поблагодарить обнять взаимно какую-то поддержку оказать разделить радость или горе животные ничего человек борешься за веганство за любовь к животным сразу вот в моих глазах я вижу по его делам поэтому я сразу понимаю человек очень чистый человек очень светлый в нем горит эта любовь бескорыстная безвозмездная за то что он будет гоним то есть это очень смело себя я сразу делаю выводы у меня прям пальцев не хватает на одной руке загибать их я вижу душу этого человека по делам так он топит за веганство активно топит я вижу так смелый сильный добрый не боящийся системы не боящийся пострадать от родственников друзей этих виду виртуальных друзей понятно топки тысячи нашлепаны у каждого он сам не знает уже откуда когда они там набрались человек это делает я понимаю что он бескорыстен я говорю вот это все я смотрю на странички тех с кем я раньше общался общаюсь еще продолжаю общаться это то же самое за христианство конечно все то же самое когда за псевдо христианствами конечно мы есть внутренние такое неприятие то не при не при но внутренняя боль слога пытаюсь подобрать да казалось бы я тебя в это веганство обратил пост читаю ну там некоторые веганы слушая почему некоторых веганов нельзя сказать что это христолюб именно обратил ты думаешь что одним постом изменить жизни людей вы меня порой годами слушали чтобы к этому прийти а вас еле-еле за года хватило на один пост вы думаете в этим постом кому-то мозги вставите на место нет а вы будете еще эти посты делает тоже нет с горем пополам через несколько лет после моих слов вы там что-то решились в соцсети написать ну и что вы думаете это изменит жизнь ваших друзей трупажоры они же тупы как пробки сердца у них окаменелые в них надо кувалды долбиться годами вы когда-то такими же были некоторые яд некоторых веганов там активистов вот узнал услышал и до изменилась а чё бы не написать от конкретно кого прям ссылочкой чтобы человек не мучился не искал печально все это у людей в отличие от животных есть моральные ценности это значит что мы способны принимать решение основываясь на понимании о том что такое хорошо и что такое плохо и как следствие мы несем ответственность за принятые за принятые нами решения наши действия тут вот это я так быстро опять начал читать давайте еще раз мысль немножко то я отдалился то есть еще раз однако я хочу вот эти две мысли его зачитать который жирным шрифтом выделил мы создали эту систему для того чтобы утвердиться в том что мы самый сильный и доминирующий вид в животном царстве и вспоминайте тот стих то вы с вами прочитали когда господь веряет людям землю так для господства и владычества аргумент пищевой цепочки нам нужен лишь для того чтобы утвердиться в том что мы доминирующий вид не в том что мы любвеобильный вид способны заботиться о нуждающихся людей в отличие от животных есть ценности это значит ну это это вот таким языком как я как человек верующий хотя слова тоже не люблю как знающий бога и истину что суть жизни в любви всяко есть внутренняя природа божественная которая есть абсолютная любовь это значит что мы способны принимать решение основываясь на понимании о том что такое хорошо и что такое плохо и как следствие мы несем ответственность за принятые нами решения здесь это не говорит о гиене огненной но все мы будем получать то что мы сеем наши действия не предопределены за нас природой мы сами в силах определить как нам поступать господь сказал заботьтесь это ваш личный выбор конечно это суть жизни но ты можешь не заботиться но суть жизни и благо бытия возможно только при любви взаимный друг другу однако моральный кодекс но здесь это как да не религиозный человек очень часто употребляют слово мораль моральный кодекс ну говоря о чем-то самым чистым и светлым внутри человека неважно откуда него является ли это богом и вечностью в тебе ну ты живешь сегодня живи так моральный кодекс обязывает нас принимать решение по сути не какой-то не моральный кодекс это закон блага бытия его соблюдаем мы сами становимся счастливы и пребываем счастливой жизни в благом бытие не соблюдаем его мы сами своими руками вокруг нас делаем от и этот от проецируем на весь мир и в этом аде сами страдаем и и страдают все вокруг нас обязаны принять решение которые причиняют минимальные страдания живым существам быть веганом это меньшее что мы можем сделать чтобы причинять как можно меньше страданий другим живым существам так как мы являемся доминирующим видом у нас есть и вот тут это заметьте человек вообще не позонирующий себя еще раз скажу с какой-либо религии иудаизмом там сторой первой книги берешитом бытием библии христианской мусульманством там с кораном да нет но заметьте следующего предложения и мысль абсолютно правильно человек либо во всех добрых людях неважно от начальства христианство нет говорит тот же самый господь который сотворил все и он точный понимать смысл первой главы книги бытия так как мы являемся доминирующим видом образом и подобием сотворившего нас бога я добавляю у нас есть обязанность заботиться о тех кто слабее нас а не эксплуатировать их я-то в скобочках и пишу от начала и должно быть так это и есть заповедь божий это есть сущность бытия благого бытия благого бога это есть верное понимание бытие 128 о господстве и владычестве над всей землей всеми пресмыкающимися зверями и птицами верующим так называемым людям всем псевдо христианам а псевдо христианами за всех якобы христиан там православных коту пациентов неважно вообще кто не принимает веганство кто еще с ним борется тем более называет и дьявольской дьявольским учением это люди конченые конченые ничего не понявшие в истине веганство это любовь к слабым и так беззащитным это это настолько минимальный порог что когда ты называешь себе якобы верующим во что-то обычный повышает верующую во что-то самое хорошее даже мусульмане при всей своей иудеи там кровожадности да к иноверным там и так далее все равно якобы бог то всемилостивый всепрощающий много прощающий да вот вам пожалуйста укор всем псевдо христианам всем веру на человек не оппозиционирующийся ни с какой религии абсолютно правильно понимает суть благого бытия это любовь и забота особенно к немощным животные вот именно правильно мы выше них мы образ и подобие самого бога бог есть господь господь это значит господин господин заботиться любит греет кормит и питает и одевает мы все хотим такого чтобы господа над собой они тирана который будет нас бить эксплуатировать насиловать и убивать стыдно должно быть от своей тупости и окаменелости сердца какие же животные стоят на вершине пищевой цепочки настоящей пищевой цепочки тут это уже опять такой просто аргумент приводит уж если и говорить о пищевой цепочке то явно не люди над ней стоят до уберите все автоматы пистолеты которые сейчас есть у современного человека вверху целпой пищевой цепочки такие звери как белый медведь вам пишет акулы убивают других животных потому что это хоть они и верху стоят то да они это делают потому что у них от необходимым для выживания нам для выживания никого убивать не нужно у нас нет никакой необходимости убивать животных это значит что мы не можем морально оправдать свои действия уж тем более используя аргумента пищевой цепочки но я чтобы на этой мысли и ноте это не заканчивать еще расскажу все что существует в современном мире это плоды и дел в кавычках рук человеческих весь мир лежащий в грехе с искаженной природой это еще в библии написано только в третьей главе где согрешил человек убив животное но опять якобы бог сказал проклята земля только не богом проклята а сам человек пролил землю на которую пролил кровь ее дитя потому что все звери вышли из земли до произведет земля душу живую и человек пролив на мать землю кровь этого животного сам себя проклял до оскорбив то скажем землю да не хочешь пожалуйста все вот эти уже хищные животные так называемый это опять просто все читает по-человеческому тупости языка библейского что бог якобы там вложил в природу животных бояться там убивать друг друга нет это проекция душ человеческих весь животный мир это проекция человека человек это вселенная все что он помыслит все происходит уж тем более воры дела распространяются на все мироздание поэтому у верующих я закончу да и всегда это я читаю больше как чтобы для тех кто вообще не хочет сельского религии там сырать как это я в бога не верю да может не верьте он от этого не пропадает да поэтому я всегда такие два поста делал один для неверующих посмотреть фильм земляне до другой вот посты делают для людей хоть каком в кого-то там верующего якобы в какое-то высшее существо то от начала не было так сейчас смотреть на современный мир человек исповедующий бога бытие что все сотворено благим богом кто должен посмотреть вот на первую главу книги бытия бог есть абсолютная любовь все что дальше катилась начинается с грех падения человека с третьей главы там почему-то сразу языком человеческим как всегда кто по тупости своей не умеет читать библию написано что бог во всем виноват человек творит все зло но виноват во всем бог это же бог позволяет так он все это попускает якобы это это такой язык кто хочет разобраться с библией у меня на канале христа люби блины и писания целиком она записана с моими комментариями пожалуйста берите изучайте тогда у вас откроются глаза вот так вот поэтому у нас не то что нет никакой необходимости в этом вообще нет никакой нужды и закон блага бытия один любовь в убийстве нет никак в эксплуатации нет никакой любви любого более-менее человека еще совсем не с окаменевшим сердцем да и сохшими извилинами это понятно особенно когда он что-то слышит от кого-то человеку которого конечно уже там все съезжилось мозгу место извилин вермишель осталось то конечно печальное состояние на душе лежит еще раз скажу по поводу активизма это очень печально посмотрите на свои дела если вы не активный проповедник неважно любой христианин любой веган любой святой человек если в нем зажегся языком христианин горь дух святой дух огня божественный огонь это дух любви он из любви проповедь это часть любви это проявление человека более того ты на современном мире лежащем во зле это жертвенная любовь потому что ты за эту проповедь истины будешь страдать в небесном царстве не надо будет это делать в раю этому невозможно было научиться потому что еще ада на земле сотворенными руками человека не было только стал потихоньку вылепливаться а сейчас до тебя зло тьма будет окружать долбить и пытаться тебя уничтожить и вам надо этому учиться в небесное царство войдут те кто уподобится богу смотрите на иисуса кто христианин смелый сильный отважный это конечно невозможно без упование на бога и так далее да что с вами не будет чего не должно быть вот если вы не проповедовать неважно сколько социальных сетей миграют у меня там 10 человек друзей я так я уже старенький а там страницу но я же вижу что у тебя есть страница а почему ты не посчитал ты не пользуешься даже этим маленьким моментом ты завтра подохнешь тем более лишь я старенький уже что ты теряешь потеряешь своих друзей 80 лет каких-то там кого детей они ты ли им должен это донести если вы не активные неважно не у каждого может быть определенный дар слова но вы можете читать по бумажкам вы можете делать какие-то посты перепощивать все что угодно хотя бы просто делиться информации заметьте я сам проповедник но при этом на моих страницах на всех там группах мессенджерах в личке где-то я делюсь и любой благой информации любого проповедника вместе мы сила мне не нужно какое-то царское признание чтобы меня на щит поднимали там и насилие что и да я сам преклоняюсь перед этими ребятами гэри юровский это них энтони хопкинс этот хокин феникс да это землянин и же всеми с ними в россии там как ее зовут-то витта кто сообщество организовала по защите животных рыженькая тетенька наша всеми этими людьми просто восхищаюсь с удовольствием делюсь этими постами в простой жизни всеми кто меня окружает кто ведет какую-то активную эту позицию сам держит везде это распространяет и я знаю что и в жизни активен и стоек в этом плане и в социальных сетях кто меня окружает но их единицы единицы 1 2 человека вы всех знаете то что все их них посты вы увидите даже называть не буду вы сами знаете потому что я естественно делюсь их ними постами что они там постят все смотрю с удовольствием где-то еще ума подбираюсь еще какой-то изюминки чем вы занимаетесь не лайк не поставите не поделитесь я уже за пятый год пошел как я на ютубе я разочаровался вообще в ютубе у меня за пять лет что на канале где тысячи подписчиков на этих двух каналах библии на и писание проповеди что на канале который недавно летом лайв завел где просто с телефона выкладывал как я там помните искал на пмж да просто снимаю все что там с телефона ерунду всякую выкладываю что там 100 просмотров 50 подписчиков что здесь 1000 подписчиков те же сам 50 просмотров 4 года каналам основные моим никакого развития никакого желания все это писать уже развитие она не мне надо я откуда пришел на гимн туда на гимн и уйду мне ничего не надо мне хочет чтобы люди чтобы люди становились светлее чище и в этой жизни и в будущее приобретали благо чего вы боитесь это же трусость вы знаете как я игру в принципе не смотря не смотря на все эти вопросы корень всего трупожорства дна похоть чрева я не перестанут говорить одна причина это просто похотливые горта на бесноватые чревоугодники всю нет другой причины трупожорство все это это очень хорошо назвал оправдание а причина одна корень всех зол как поюсал сребролюбие здесь корень антивеганство трупожорство эксплуатации животных это похоть чрева всю горта на бесе и похоть чрева но это все одно через рот желудок попадает это одна причина просто два слова сел через гортань проходит до язычок побаловать а потом все в чрево попадает вот и все одна причина здесь тоже самое то что не постит я уверен причина одна всегда это трусость это трусость это не жертвенный любовь потому что вы боитесь чего-то потерять авторитет потерять что там да все что угодно дружбу с кем-то детей родителей друзей вот что-то за это получить не дай бог по голове трусость того что у вас будут хейтить на вас будет наезжать это трусость и слабость но слабость трусость это близкие понятия трусость это слабость в чем-то в смелости так скажем да в конкретном так что так что вот так вот мне конечно печально я груз со своей стороны я почему до сих пор продолжаю свою деятельность только ради тех кого я люблю в частности это животное конечно я тело ради людей потому что люди становились такими то что над счастливыми но все это знаете иногда это просто убивает 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 на духовном уровне все желания вот этого ваша равнодушие ваша холодность до сколько мне палки в колеса вставляет причем те кто меня окружают какой тема не хоснись свободы во христе меня те же самые долбили помню религиозники которые якобы мы вроде начинаем поддруживать до веганство опять начали эти религиозники мне же долбить до потом он вроде христианин веган так он начинает мне там долбить ту же сам политику хотят такая же любовь политики что не люди они что не нуждаются в нашей любви что там в мире политики нет нуждающихся один другого душит и ты должен в сторонке стоять ну тогда и на улице ты не знаешь кто там дерется чё ты тогда заступаешься или бабушка упала дамошна колдунья зачем ее поднимать зачем и 10 рублей подавать вместо того чтобы послушать ума набраться и поучаствовать в этом во всем я как-то много раз говорю вы знаете когда будете подыхать если мысли которые вас будут приходить в голову это те добрые дела которые вы сделали и не сделали и сколько зла вы сделали более того низ несотворенное доброе дело будет жалить и жечь вас не меньше чем зло и дело иисус об этом прямо говорил будете кусать локти а я много раз говорил что я никогда не пожалей не об одном добрым деле я лучше лишний раз заступлюсь за какого политика зная что сейчас он страдает несправедливо я не знаю что он сделает в будущем он уж может он придет да как говорят к власти и станет старым сталином может быть я не знаю буду я не могу судить его за будущее которого я не знаю тогда я вообще никому не должен помогать ты 10 рублей подал на улице он может завтра маньяком стал это глупая идеология и философия и мировоззрение она ведет вас в никуда вот ну аж а про веганство вообще что говорит животные что завтра гитлерами станут вы освободите их я вот по веганству тоже тогда очень я же все свое окружение проверил того как когда я активно и жестко стал его проповедовать два человека остались со мной все все остальные выберут выбрали зло тьму так что вот так вот ну и в дальнейшем потом я смотрел пусть кто-то отдаленно остался это я имею ввиду с близких но кто-то конечно мне пишут частенько все равно в сообщении что да спасибо я все таки изменился через месяц год или два я поэтому увидя на то что происходит да понимаешь что людям некоторым нужно чтобы долго доходило ну и что потом я смотрю на где активность нет нет в тебе этого если в тебе горела это любовь и полное сознание что творится ты бы не был тихим веганом если ты это все переживал ощущал что это творится на скотобойник ты бы завалил свою страницу этим проповедями или неважно хоть у тебя раз она у тебя просто есть хоть там один у тебя друг это неважно абсолютно вот так ладно на этом все будьте активными веганами не будьте трусами пассивными а